Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД выявлен факт коммерческого подкупа в особо крупном размере. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы. По подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения задержаны двое руководящих работников филиала газораспределяющей компании в Токтамукайском районе. Предварительно установлено, что один из них, 44-летний житель города Адыгейска, в период с 2020 по 2021 годы получил от жителя Краснодара денежные средства в общей сумме более 2 миллионов рублей за незаконное подключение к сетям газораспределения Токтамукайского района возводимых объектов недвижимости. Деньги поступили как на расчетный счет, так и были переданы лично. Часть незаконно полученных средств мужчина перечислил своему руководителю, 55-летнему жителю Токтамукайского района. На основании собранных сотрудниками полиции материалов региональным СУСК России в отношении двоих руководящих работников филиала возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 8 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». Фигурантам предъявлено обвинение. В рамках уголовного дела одновременно проведены обыски по нескольким адресам обвиняемых в городе Адыгейске и Токтамукайском районе, а также в офисе филиала компании. Изъяты мобильные телефоны, банковские карты, наличные деньги, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Обоим обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде ареста. О дорожной ситуации. Согласно статданным госавтоинспекции Адыгея, с начала 2021 года зарегистрировано 77 аварий с участием пешеходов. В них 18 человек погибли и 59 получили травмы. Необходимо отметить, что половина происшествий совершена в темное время суток или в условиях непогоды. Из общего числа ДТП по вине пешеходов произошло 30, а по вине водителей – 53. Так, 30 ноября около 19 часов по улице Пионерской в республиканском центре 42-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ, допустил наезд на 81-летнюю майкопчанку. В этот момент женщина переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая была госпитализирована, но, к сожалению, от полученных травм скончалась.